Сегодня вся вода во всех водоемах мира, в водопроводе, реках, Духом Святым освящается. Можете умыться с верой этой водой 12 ночи, чтобы Бог помог исцелить телесные и душевные недуги. С праздником Богоявления и кричением Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. А праздники святого Богоявления. Богоявлением называется праздник потому, что при крещении Господа явилась в миру Пресвятая Троица, как мы читаем в Евангелии от Матфея 3, глава с 13 по 17 стих, у Марка в Евангелии 1, глава 9, 11, и у Луки, Евангелиста в 3, главе с 21 по 22 стих. Бог Отец глаголовал с небес о Сыне. Сын крестился от святого Претечи Господа, Господня Иоанна, и Дух Святой сошел на Сына в виде голубя. С древних времен этот праздник назывался Днем Просвещения и Праздником Светов, потому что Бог есть Свет и явился Просветить Сидящих во Тьме и Сени Смертной. Как читаем в Евангелии от Матфея 4, 16, «Спасти по благодати падший человеческий род». В Древней Церкви было обычай крестить оглашенных в новичерие Богоявления, так как крещение является духовным просвещением людей. Начало праздника Богоявления восходит к апостольским временам. О нем упоминается в апостольских постановлениях. А второго века сохранилось свидетельство святителя Климента Александрийского о праздновании крещения Господня и совершаемом перед этим праздником ночном бдении. В Третьем веке на праздник Богоявления известны беседы при богослужении святого мученика Ипполиты, святого Григория Неркисарийского в Дербицах. В последующие столетия с 4 по 9 век все великие отцы церкви Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Амбросий, Медиаланский и Иоанн Дамаскин проводили особые беседы о празднике Богоявления. Преподобный Иосиф Студит, Феофан и Византий написали много песнопений на этот праздник, который поются и сейчас за богослужение. Преподобный Иоанн Дамаскин говорил, что Господь крестился не потому, что сам имел нужду в очищении, но чтобы водами погребсти человеческий грех, исполнить закон, открыть таинство Святой Троицы и, наконец, осветить водное естество и подать нам образ и пример крещения. Святая Церковь в празднике Крещения Господня утверждает нашу веру в высочайшую непостижимую разумом тайну трех лиц единого Бога и научает нас равночестно исповедовать и прославлять Святую Троицу, единосущную и нераздельную, обличает и разрушает заблуждения древних лжеучителей, пытавшихся мыслью и словом человеческим объять Творца мира. Церковь показывает необходимость крещения для верующих во Христа, внушает нам чувство глубокой благодарности к просветителю и очистителю нашего греховного естества, а научит, что наше спасение и очищение от грехов возможно только силой благодати Святого Духа, и потому необходимо достойно хранить эти благодатные дары Святого Крещения для сохранения в чистоте той драгоценной одежды, о которой говорит нам праздник Крещения. «Велиться во Христа, крестистися!» «Во Христа, облекостися!» Как читаем в послании святого апостола Павла Галатам, 3 Галат, 27 стих. Беседа на день Крещения Христова Святителя Иоанна Златоуства, архиепископа Константинопольского. Скажем ныне нечто о настоящем празднике. Многие празднуют праздники и названия им знают, но повода, по которым они установлены, не знают. Так о том, что настоящий праздник называется Богоявлением, все знают, а какое это Богоявление, и одно ли оно, или два, и этого не знают. А это постыдно. Каждый год праздновать праздник и не знать его повода. Поэтому прежде всего необходимо сказать, что не одно Богоявление, но два. Одно настоящее, которое уже произошло, а другое будущее, которое произойдет со славой при кончине мира. О том и другом вы слышали сегодня от Павла, который, беседуя с Титом, говорит так о настоящем, и весть благодать Божия спасительна всем человекам, наказующий нас до отвершися, нечестия и мирских похотей, целомудренно и праведно и благочестно поживем в нынешнем веке. А о будущем, ждущий блаженного упования и явлений славы великого Бога и спаса нашего Иисуса Христа, в послании святого апостола Павла к Титу, второе с одиннадцатого по тринадцатого. И пророк об этом последнем сказал так, «Солнце обратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели прийти к Дню Господню, великому и просвещенному». Почему же Богоявлением называется не тот день, в который Господь родился, а тот, в который Он крестился? Настоящий день есть тот самый, в который Он крестился и осветил Исиство вод. Поэтому в этот праздник все, почерпнув воды, приносят ее домой и хранят весь год, так как сегодня освящены воды и происходит явное знамение. Эта вода в существе своем не портится с течением времени, но почерпнутая сегодня, она целый год, а часто два и три года остаются неповрежденную и свежую, и после долга времени не уступает водам, только что почерпнутым из источников. Почему же этот день называется Богоявлением? Потому что Христос сделался известным для всех не тогда, когда Он родился, но когда крестился. До этого дня Он не был известен народу. А что народ не знал Его и не разумел, кто Он? Об этом послушаем Иоанну Крестителя, который говорит, «Посреди вас стоит Его же вы невесте». Читаем, как в Евангелии от Иоанна 1 глава 26 стих. «И удивительно ли, что другие не знали Его, когда и сам Креститель не знал Его до того дня? И аз, — говорит он, — не ведях Его, но послав имя Креститель, водою той мне рече над Него же узрише Духа, сходящее, пребывающее на Нем, то есть крестяй Духом Святым». Как читаем Иоанн Григория от Иоанна 1 глава 33 стих. Итак, отсюда видно, что два богоявления. А почему Христос приходит на крещение и на какое крещение Он приходит, об этом необходимо сказать. Ибо это необходимо знать, равно как и то. И наперед, надо бы сказать, «Вашей любви о последнем». Ибо из этого мы узнаем и первое. Было крещение иудейское, которое очищало телесные нечистоты, но не грехи совести. Так, кто совершал поливодеяние или кто решался на воровство или кто сделал какое-нибудь другое преступление, того оно не освобождало от вины. Но кто касался костей умершего, кто вкушал пищу, запрещенную законом, кто приходил от зараженного, кто общался с прокаженными, тот омывался и до вечера был нечист, а потом очищался. «Домыть тело своей водою чистую», говорится в Писании, «и нечист будет до вечера». И чист будет Левит 15, 5, 22, 4. Это не были поистине грехи или нечистоты, но так как иудеи были несовершенны, то Бог, делая их через это более благочестивыми, с самого начала приготовлял их к точнейшему соблюдению важнейшего. И так иудейское омовение освобождало не от грехов, а только от телесных нечистот. Не таково наше, оно гораздо выше, исполнено великой благодати, ибо оно освобождает от грехов, очищает душу, подает дар духа. И крещение Иоаннову было гораздо выше иудейского, но ниже нашего. Оно было как бы мостом между обоими крещениями, ведущими через себя от первого к последнему, ибо Иоанн руководил не к соблюдению телесных очищений, но вместо них увещевал и советовал переходить от порога к добродетели, и полагать надежду спасения в совершении добрых дел, а не в разных омовениях и очищениях водой. Иоанн не говорил, «Вымай одежду твою, омой твое тело, и будешь чист». Но что? Сотворите. Плод достоин покаяния, как читаем в Евангелии от Матфея 3-8. Поэтому оно было выше иудейского, но ниже нашего крещения. Иоаннова не сообщала Духу Святого и не доставляла благодатного прощения. Оно заповедовало каяться, но не было властно отпускать грехи. Поэтому Иоанн говорил, «А скрещай вы водою, той же вы крести Духом Святым и огнем». Вспомни тот день, в который апостолу, явившись разделение языцы, яко огненнее, и седя на едином коем же их деянии 2-3, а что крещение Иоаннова не сообщало Духа и отпущение грехов, видны следующего. Павел, «А бред некие ученики, речи к ним, аще у водух Свят прияли есть те веровшие. Они же реши к нему, но ниже. Аще Дух Святый есть, слышах им. Речи же к ним, во что оба крестистися?» Они же рекоша, в Иоанново крещение. Речи же Павел, «Иоанн уба крести, крещение покаяния, покаяние, но не отпущение грехов». Для чего же он крестил? Людям глаголя, да во грядущего по ним веруется речь в Христа Иисуса, слышавши же, крестишися во имя Господа Иисуса, и возложши Павлу на ня руне, прийде Дух Святый на ня деяния, Апостолов 19, 1 по 6. «Видишь ли, как несовершенно было крещение Иоаннова, ибо если бы оно не было несовершенно, то Павел не крестил бы их снова, но возлагал бы на них, не возлагал бы на них рук. Исполнив же то и другое, он показал превосходство апостольского крещения, и то, что крещение Иоаннова гораздо ниже его». Итак, из этого мы узнали различия крещений. Теперь необходимо сказать, для чего Христос крестился, и каким крещением. Ни прежним иудейским, ни последующим нашим, ибо Он не имел нужды в отпущении грехов. Как это возможно? Для того, кто не имел никакого греха. Греха, говорится в Писании, «Он не сотвори, не обретейся, лезть в устьях его». Первый Петра, второе, двадцать второе. «И еще, кто от вас обличает меня?» Агрессия. Евангелие Тауна, восьмое, сорок шестое. «И духу не была непричастна плоть его». Как это могло быть, когда она вначале была произведена Духом Святым? Итак, если плоть его не была непричастна Духу Святому, и он не был подвержен грехам, то для чего он крестился? Но прежде нам нужно узнать, каким крещением крестился он тогда, и то будет ясным для нас. Каким же крещением он крестился? Не иудейским и не нашим, но Иоанновым. Для чего? Для того, чтобы ты из самого свойства крещения познал, что он крестился не во причине греха, и не имея нужды в даре Духа, ибо, как мы показали, что крещение было чуждо того и другого, отсюда видно, что он приходил на Иордан не для отпущения грехов, и не для получения дара Духа, но чтобы кто-нибудь из присутствующих, тогда не подумал, что он приходил для покаяния. Подобно прочим, послушай, как Иоанн предупредил и это, тогда, как и другим, он говорил, созарите плод, достоин покаяния, послушай, что он говорит ему, астребую тобою креститься, и ты ли грядешь и ко мне, читаем в Иоанн от Матфея 3, 8, 14. Этими словами он показал, что Христос приходил к нему не по той же нужде, по которой приходил народ, и что он столько далек был от нужды креститься, по той же причине, сколько был выше и несравненно чище самого крестителя. Для чего же он крестился, если сделал это не для покаяния, не для отпущения грехов, не для получения дара Духа, по другим двум причинам, из которых об одной говорит ученик, а о другой он сам сказал Иоанну. Какую же причину этого крещения высказал Иоанн? Ту, чтобы Христос стал известным народу, как и Павел говорит, Иоанн уба крести крещение покаяния, до вогрядущего по ним веру и деяния апостолов 19, 4. Это было следствием крещения, если бы Иоанн подходил к дому каждого и становясь у дверей вызывал на улицу и держа Христа говорил, он есть Сын Божий, то такое свидетельство было подозрительно и оно, это дело было бы весьма затруднительно, так же, если бы он, взяв Христа, вошел в синагогу и показал Его, то и это опять сделало бы свидетельство его подозрительным, но когда весь народ стекался из всех городов к Иордану и оставался на берегах реки, когда и сам он пришел креститься и получил свидетельство свыше глазом Отца и на этим Духа в виде голубя, то свидетельство о нем Иоанна сделалось несомненным. Поэтому он и говорит Иоанн не видях его, представляя свидетельство свое достоверным, как читаем Англия от Иоанна 1, 31, они были по плоти родственниками между собой, сей или совет южика твоя и та зачат сына, говорит ангел Марии о матери Иоанна, как читаем Евангелие от Луки 1, 36 и эти же матери были в родстве, то очевидны дети. Поэтому так как они были родственниками, то что бы ни показалось, будто Иоанн свидетельствовал о Христе по родству, благодать Духа устроила так, что Иоанн провел все прежнее время свое в пустыне. Чтобы не показалось, будто свидетельство высказывается по дружбе или по какой-либо подобной причине. Но Иоанн, как был научен от Бога, так и возвестил о нем. Поэтому он и говорит Иоанн, не видев его, откуда же ты узнал по славе имя, говорит, крестите водою томьи рече, что он сказал тебе, над него кожи узрише духа сходящее, как у голубя и пребывающий на нем, то есть крестяй духом святым. Читаем Иоанн, Иоанн, 1, 32, 33. Видишь ли, что Дух святой снишел, не как в первый раз, когда не шедший на него, но чтобы показать проповеданного и на этим своим как бы перстом указал его всем. По этой причине он пришел на крещение. Была и другая причина, о которой он сам говорит. Какая же именно, когда он сказал, «Остребую тобою крестись, и ты ли грядешь и ко мне?» то он отвечал так, «Остави ныне, так его подобает нам исполнить всякую правду». Читаем Иоанн от Матфея, 3, 14, 15. Видишь ли, кротость раба, видишь ли, смирение владыки, что значит исполнить всякую правду? Правду называется исполнением всех заповедей, как говорится. Беста праведно оба ходящие. В заповеде Господник беспорочно, читаем Иоанн от Луки 1, 6. Так как исполнять эту правду должны были все люди, но никто из них не заблел, не исполнил ее, то приходит Христос и исполняет эту правду. А какая скажет кто-нибудь правда в том, чтобы креститься? Повиновение пророку было правдой, как Христос обрезался, принес жертву, хранил субботы, соблюдал иудейские праздники, так присоединил и это остальное повиновался крестившему пророку. Воля Божия была, чтобы тогда все крестились. О чем? Послушай, как говорит Иоанн. По славе меня крестите водою, как читаем в Ангелии от Иоанна 1, 33, так же и Христос. Мы, таре и люди, оправдивши Бога, крещися, крещением Иоанновым, фарисея и законницы, совет Божий отвергож о себе, не крещайся от него. Читаем в Евангелии от Луки 7, 29, 30. Итак, если по именовению Богу составляет правду, а Бог послал Иоанна, чтобы крестить народ, то Христос со всеми другими заповедями исполнил и эту. Представь себе, что заповеди закона суть 200 динариев. Это долг, который род наш должен был уплатить, но мы не уплатили, и нас, подпавших к такой вине, объяла смерть. Пришел Христос, и насчет, что нас одержимыми Ею, уплатил этот долг. Исполнил должное и исхитил от нее тех, которые не могли уплатить. Поэтому Он не сказал нам должно сделать то и то, но исполните всякую правду. Мне владыке имеющему, говорит Он, належит уплатить за не имеющих. Такова причина Его крещения, чтобы видели, что Он исполнил весь закон. И эта причина и та, о которой сказано прежде этой. Поэтому и Дух снишил в Голубе, ибо где примирение с Богом, там и голубь. Так и в Ковчег Голубь принес мазличную ветвь, знак Человеколюбия Божия и прекращение потопа. И теперь в виде голубя, а не в теле, это особенно должно заметить Нишел Дух, возвещая Вселенной милость Божию и вместе показывая, что духовный человек должен быть не злобив, прост и невинен, как и Христос, говорит, «Аще не обратитесь и будете яко дети, не внидите в Царство Небесное», читаем Евангелие от Матфея 18, глава 3 стих, «Но тот ковчег по прекращении потопа остался на земле, а этот ковчег по прекращении гнева взят на небо, и ныне это непорочное и нетленное тело находится одесную Отца». Упомянув о теле Господнем, скажу немного и об этом. И потом окончу речь. Многие ныне приступят к священной трапезе по случаю праздника, но некоторые приступают не с трепетом, а толкаясь, ударяя других, пылая гневом, крича злословие, перебивая ближних с великим смятением. Чем? Скажи мне, смущаешься ты, человек, что беспокоит тебя? Необходимы дела, конечно, призывают тебя в этот час, ты особенно сознаешь, что у тебя есть дела, особенно помни, что ты находишься на земле и думаешь, что обращаешься с людьми. Но не каменно ли душе свойственно думать, что в такое время ты стоишь на земле, а не ликуешься ангелами, с которыми ты возносишь победную песнь Богу? Для того Христос и назвал нас орлами, сказав, и где же труп, тому соберутся орли, как читаем Иоанн Геатт Матфея, 24 глава, 28 стих, чтобы мы восходили на небо, чтобы парили, в высоте возносять на крыльях духа, а мы подобно змеям присмыкаемся во прахе и едим землю, быв приглашен на обед, ты хотя бы прежде других насытился, не осмеливаешься выходить прежде друзей, когда другие возлежат еще, а здесь, когда еще продолжается священное действие, ты в самой середине оставляешь все и выходишь. Достойно ли это прощения? Какое может быть оправдание Иуда, приобщившись в последний вечер в ту последнюю ночь, поспешно вышел? Тогда, как все прочие возлежали. Вот кому подражают и те, которые выходят прежде последнего благодарения. Если бы он не вышел, то не сделал себя предателем. Если бы не оставил соучеников, то не погиб бы. Если бы не удалился от стада, то волк не захватил бы его одного и не пожрал бы. Если бы он не отделился от пастыря, то не сделался бы добычей зверя. «Поэтому он, Иуда, был с иудеями, а те апостолы с Господом вышли, воспевая. видишь ли, по какому образцу совершается последняя молитва после жертвоприношения. Будем же возлюблены представлять себе это, будем помышлять об этом, страшась предстоящих за то осуждения. Будем приступать к священной жертве с великим благочением, с надлежащим благоговением, чтобы нам заслужить большее благоволение у Бога, очистить свою душу и получить вечное благо. Коех досподобимся, все мы благодатью и человека любим, Господь нашего Иисуса Христа, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава и держава и поклонение ныне и пресно и во веки веков. Аминь.